Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Павел Мальцев «Рынок IT и торпеда» Так называется эта передача, и наш коллега из Москвы уже с нами. Павел, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Приветствуем! Прежде чем начать вашу передачу, содержание которой, как обычно, никто не знает, Я хочу остановиться на двух моментах. Коллеги Павел Мальцев уже прислал нам свою фотографию с картиной создания женщины, поскольку, как вы знаете, продвижение картины идет по схеме пиар-владельца, пиар-художника, и только затем пиар-картины. Это американская схема, которую мы приняли. Ну вот, друзья, уникальное фото в кадре. Человек, наш коллега-IT-шник в пиджаке и в галстуке. Никто в это не верил, что нам удастся, но это получилось. Павел, спасибо большое за эту фотографию. Вот так что мы ее теперь будем активно использовать. Второй момент хочу обратить ваше внимание, ну и общее внимание, кто-то, может быть, не знает. Друзья, буквально на этой неделе в базе данных ArtPrice.com появилась запись Евгении Бочаров. И я очень рад, что это случилось. Это большие хлопоты. С месяц занимало место. Теперь здесь появятся все картины, которые будут постоянно продаваться в этой самой большой базе художников. Здесь же есть аукционы, здесь есть постоянные продажи. Так что еще только одну доверенность мы отправим, и теперь уже можем продавать на ArtPrice. Что тоже очень хорошо. Кстати говоря, Павел нам про этот ArtPrice где-то с месяца назад и рассказал. Ну и, собственно, после этого я начал процедуру. Так что, Павел, спасибо вам большое за подробный рассказ об этой очень интересной базе данных художников. Дальше еще одна новость есть. Вы про эту ситуацию, может быть, не знаете, но я тоже с вами поделюсь, потому что она близка к вашей теме. Дело в том, что InterStream Utrade TV мы патентуем, поскольку мы первые в мире начали работать в таком многостороннем режиме, как широковещательный ресурс. И уже 3,5 года, с января 2017 года, патент рассматривается, проспатент нам отказал. Вот вчера состоялось заседание суда по интеллектуальным правам, это подразделение арбитражного суда, который рассмотрел это дело и принял решение в нашу пользу. Отказ Роспатента отменен. Дело направлено на повторное рассмотрение Роспатент, так что борьба продолжается. Я к тому, что выигрывать, когда говорят, что у федерального государственного органа в суде выиграть нельзя, ну не знаю, у нас вчера получилось. Роспатент это федеральный государственный орган, чему мы, конечно, очень рады. Я, кстати, хочу сказать, что суд отнесся очень внимательно, там 4 тома дела, там не так все просто. Они знали все абсолютно, задавали очень качественные квалифицированные вопросы, ну и вот по итогу рассмотрения приняли такое решение. Так что я желаю в ваших судах такого же успешного завершения событий. Но единственное, что в нашем случае это не завершение, а продолжение, потому что дело, в отличие от общего арбитража, дело опять идет в Роспатент. Потому что суд патент выдать не может, но может обязательно повторно рассмотреть. Так что вот такие у нас хорошие новости, которые никто не ждал и которые бывают очень редко. Это исключительно редкое явление. Ну что, раз волна пошла, раз у нас получилось, будем надеяться, у вас тоже получится. Вот такие новости, друзья, у нас. Ну что, теперь давайте дадим слово Павлу. Павел, какие у вас новости, какие идеи. И самое главное, что с торпеда, что какие там движения есть. Ну, во-первых, я, конечно, поздравляю с победой в суде. Мы тоже были очень рады, что нас в арбитраж отправили, потому что все-таки, как мы знаем, в арбитраже судьи высокой квалификации. Они в сложных вопросах могут подобраться. Мы надеемся, что тоже, в конце концов, наше разбирательство с московской биржей, суды разберутся, тщательно проанализируют ситуацию и выйдут решения в нашу позицию. Здорово, здорово. Так что, да, Игорь, принимайте поздравления. Мы все очень рады за вас и за вот этот проект продвижения Интерстрима, да, где вот каждый может прийти, рассказать что-то, общаться с коллегами, обсудить. Ну, отлично. Ну что, я тогда приступаю к запланированным. Так, скажите мне, это у меня звук такой, может ли мне что-то сделать? Есть какие-то помехи? Коллеги, как слышно, Павло? Я, в принципе, слышу нормально, как вы. Сейчас узнаем. Ну, давайте пока продолжим, если что. Да, да, я вас слышу хорошо. У меня нет никаких проблем. Ну, хорошо, замечательно. Просто у меня небольшие какие-то помехи идут, но главное, что меня хорошо слышно. Да, вот Николай Пинза вас тоже хорошо слышит. Так что все нормально, двигаемся. Экран видим тоже хорошо, вам слово. Да, по Торпедо, конечно. Сейчас стартовал сезон. Было в четвертом матче первая победа Торпедо. Из таких новостей более, которые относятся к финансам, к управлению, что интересного, это была опубликована стратегия клуба, да, то есть это, ну, это должно быть горизонт планирования лет 10 минимум. Вот она опубликована, любой болельщик может с ней ознакомиться. Ну, и, конечно, у нас как-то у таких, у людей, кто прям радеет за клуб, да, возникло очень много вопросов и по самой стратегии, и по тому, как она будет реализовываться, да. Вот я немножко презентацию прокручу. Что дальше? Какие дальше шаги? 27 августа, как раз когда у нас будет очередное заседание судра в арбитраже, но вечером, к счастью, то есть у нас в арбитраже днем будет, здесь вечером через Zoom будет встреча владельца, президента, тренера и болельщиков. Вот будем обсуждать вот эту вот представленную стратегию. То есть вопросов у болельщиков много, но, соответственно, по идее, болельщикам должны тоже дать высказаться. И какие-то предложения, критику, я надеюсь, дадут озвучить и, ну, как-то дальше двигаться. То есть, в принципе, конечно, у футбольного клуба абсолютно точно должна быть стратегия. Без этого никак. Как показывает практика, как показывает опыт даже больших футбольных клубов, что сейчас с Барселоной происходит. Я знаю, Игорь, вы тоже, да, Лику чемпионов смотрели, и даже в Фейсбуке писали посты, что удивительно. Да, да, 82 – это что-то вообще непонятное. Да, ну вот у Барселоны многое, это давно уже обсуждается, года три, что текущий президент Барселоны, что там постоянно какие-то метания, грубо говоря, нет стратегии. Клуб известный, знаменитый, финансово благополучный, но из-за того, что кто-то, то иногда игроки принимают решения, иногда тренер принимает решения, иногда президент на себя берет вот эту обязанность принимать какие-то решения. То есть вот какой-то хаос творится, и вот все это вылилось, конечно, вот в такой плачевный результат для испанцев, и, конечно, фантастический результат для немецкого клуба Бавария. Так, ну а вот это просто, что касается торпеды, из интересного, да. Еще, что интересно, вот приворочили вот эту публикацию стратегии к дню рождения клуба. 17 августа – день рождения клуба футбольного торпеды Москва. То есть 17 августа вот эта стратегия была опубликована. Ну что ж, посмотрим здесь. Тут есть что обсудить, есть что прокомментировать. Я буду постараюсь держать всех в курсе. То есть для России это опыт, ну достаточно новый, да, что футбольный клуб опубликует и так открыто свою стратегию. Вот интересно будет посмотреть, что из этого получится. Так, ну и я перехожу дальше к теме, которую я сегодня выбрал. По поводу обучения вообще, как люди обучаются, почему эта тема мне показалась важной. Есть один достаточно известный IT-архитектор, он постоянно ведет блог свой, да, и вот он буквально вчера написал заметку о том, что уже сейчас так просто, вот IT-подходы, IT-методологию невозможно объяснить даже за полчаса, да, не IT-шнику. То есть если раньше про базу данных можно было очень легко, хотя бы там, ну за полчаса можно объяснить, да, человеку, зачем нужна база данных, что она делает, то сейчас современные подходы, я не знаю, event sourcing, да, сохранять любые события в системе, и это там разные парадигмы у вас должна быть, отдельная модель на чтение, отдельная модель, как собираются эти события в данные, это очень-очень сложно объяснить человеку, который к IT не имеет отношения. Зачем это нужно, зачем столько усилий на это тратить. То есть и вот то, что я вижу, как получается, вообще это происходит в любой области, и по-настоящему нам всем необходимо что-то новое узнавать и достаточно быстро вникать в это. То есть, как оказывается, вот эти области, куда не глянь, да, даже конкретные личные, управление личными финансами, временем, уже целями мы все понимаем, что нужно управлять, да, своими, не просто по работе, там, организация ставит цели, но уже и личные. Информационная технология, любая специальность, да, уже везде накоплено столько знаний, и везде суть такая, что все очень нетривиально, контринтуитивно, скажем так, уже интуиция сбоит. Достаточно чуть-чуть копнуть вглубь, и у нас, ну, интуитивные решения, они оказываются неправильные, неэффективные, неоптимальные. То есть, и поэтому, конечно, вот вопрос встает, как обучаться, как быстро, эффективно обучаться. Ну, вот я знаю, я в свое время следил, пытался следить, скажем так, в Штатах, что по этому поводу пишут, там уже давно стали бить тревогу. То есть, на уровне школ, на уровне университетов, постоянно вводят инновации, прям говорится, что это проблема, это большая проблема, нам нужны крутые специалисты, но мы не знаем, как их готовить. Так прямо и признаются. Вот мы начинаем пробовать одно, другое, третье, четвертое. И, ну, как бы источник... Да, да, шокирующие факты, очень интересно. Я потом расскажу, откуда я их взял, да. Что выяснилось, когда вот стали исследовать и изучать вот эту природу, как люди обучаются, как дети обучаются, как взрослые обучаются, и какие проблемы испытывают, что по-настоящему тело наше и наш разум реагирует, что если вам надо что-то учить, а вам, ну, допустим, у вас какой-то нет такой вот прям сильной мотивации, или, например, вы устали, или просто это ежедневно, если вы повторяете, да, это самый лучший способ, то тело и разум воспринимают это как пыточный стул. То есть получается вам, вы добровольно идете на пытку. То есть вот такое показывают исследования, что человек так реагирует. Далее описаны когнитивные искажения или встроенные баги, как я их называю, да, просто сотни. И самое главное, вот это одно из самых проблемных, что кажется, что мы книгу прочитали, что мы ее поняли, но вот очень часто получается так, что это иллюзия, да, что по-настоящему мы не можем воспроизвести ни последовательность, как приходили к этим выводам, ни ограничения, да, в каких вот эти правила, какие-то рамки действуют, и при изменении условий, да, какие из них перестают действовать, какие продолжают действовать. Ну и что разные режимы работы мозга тоже, это понятно, что сфокусированность есть, да, мы прям читаем, познаем, пытаемся понять, там, решить задачу, там, и такая расфокусированность какая-то расслаблена. И вот эта расфокусированность тоже необходима. Понятно из опыта, что многие научные открытия сделаны, когда человек не напрямую решал задачу, да, когда он не сидел, не напрягался, чтобы что-то там открыть, а гулял или яблоко упал, или еще что-то такое произошло. То есть вот нужно чередовать вот эти режимы, да, тогда, может быть, какую-то сложную математическую задачу вы сможете решить. Или, например, лучше понять, как финансовые рынки устроены, или что-то такое. Ну, и источник, который я от себя лично всем порекомендую, это на Курсере самый популярный курс, ну, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, но два года назад это был абсолютный лидер в курсе Learning How to Learn. Научиться учиться, да, то есть какие-то приобрести навыки, чтобы эффективнее учиться. Вот там уже это предметно разобрано, какие-то исследования, режимы работы мозга, какие-то практики. А есть книга переведена на русский язык «Думай, как математика», не очень удачный как название, так, мне кажется, и перевод, потому что, ну, там такие нестыковки, так что, если у кого есть возможность, то читайте, читайте на английском, проходите курс на английском. Ну что, вот это сегодня, что я хотел рассказать, коллеги. Если кто-то хочет присоединиться в дискуссию по поводу обучения, рассказать про ваш опыт, ну, было бы замечательно. Ясненько, хорошо. Спасибо большое, Павел Иванович, за ваше выступление, как обычно, очень интересно. У вас огромный кругозор, прекрасная эрудиция. И вот то, что вы в разных сферах находите интересное и используете в своей жизни, и нам рассказываете, это очень-очень интересно. Обучение, конечно, друзья, это такая тема, без которой жить сейчас нельзя. Надо учиться каждый день, иначе конкуренты отгонят, затопчут и оставят нас на обучении. Это 100% так. Группа, говоря, нам даже сейчас надо учиться, как правильно отдыхать. То есть уже до этого дошло. Ну, мы все хотим много возможностей. Нам не хотим использовать эти возможности. Поэтому, конечно, вот, и понимают, что отдых очень важен. Поэтому, да, я вижу в комментариях, что многим тема понравилась. Ну, коллеги, обменяйтесь, какие-то свои опыты, как вы обучаетесь. Понимаете? Да, обязательно, я думаю, мы обменяемся. Если вы начали очень важную, большую тему, мы обязательно ее продолжим. Я вижу, пишет Андрей Малевич. Прикольно, Павел. Алексей Гринов, очень интересно. Спасибо. Николай Пенза, очень познавательно и удивительно. И я присоединяюсь ко всем этим оценкам. Павел, спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам удачи. Мы с вами увидимся 28 августа. Суд у вас 27-го. Так что сейчас самое время пожелать вам удачи 27-го. Как раз 28-го мы от вас и узнаем, какие у вас будут результаты. А по суду, ну и, так сказать, перейдете вы к основному рассмотрению вопроса или нет. Конечно, такие глобальные, большие дела, как у вас, с большим числом участников, они решаются долго. Но я надеюсь, 27-го августа вы тоже двинетесь вперед. Хорошего дня и хороших выходных. Надеюсь, вы знаете, как правильно отдохнуть на выходных и нам потом расскажете. Да, большое спасибо и всем я желаю приятного обучения и полезных новых знаний. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok